Возвращение которого ждали. Десятый форум Positive Hack Days – одно из ключевых российских мероприятий по кибербезопасности. Прошел в Москве 20 и 21 мая 2021 года. Как двухлетний перерыв и пандемийный тотальный онлайн изменили мероприятия? Смотрите в репортаже БИЗ-ТВ телепартнера форума. В 2020 году деловые мероприятия встали перед дилеммой. Перестраиваться под онлайн-формат или брать тайм-аут. Организаторы Positive Hack Days выбрали второй путь. Но время на передышке даром не теряли. В ноябре Positive Technologies провели соревнования на киберполигоне The Stand-Off. Готовя новые Positive Hack Days, организаторы учли полученный опыт, но основной упор все равно сделали на оффлайн. В то же время для онлайн-участников велась трансляция всех основных событий, которые проходили параллельно в нескольких залах-студиях. Мы планировали изначальный гибридный форум. И он для нас был таким нестандартным для нас подходом. Мы хотели сделать его очень кулуарным. Мы планировали полторы тысячи в оффлайне и расширить онлайн очень сильно. На этапе финализации всей нашей подготовки оказалось, что нет, комьюнити против. И мы поняли, что полторы тысячи совершенно не наш вариант. И нам нужно срочно расширять территорию. Мы ее расширили. СЦМТ нам позволяет вместить несколько больше, даже с учетом требований Роспотребнадзора. Пока десятый по счету форум вызревал, мир не стоял на месте. Киберпреступники ломились в дома удаленщиков и опустевшие офисы. А этичные хакеры изучали защищенность всевозможных систем и писали отчеты. И теперь обо всем этом стало возможно рассказать. В красках, с деталями и на многотысячную аудиторию. Финограмма сама по себе получилась, мне кажется, плюс-минус насыщенной. Были очень интересные темы. Были разговоры про Threat Intelligence, про Threat Hunting. Даже споры были на эту тему. Были отраслевые круглые столы, которые про защищенность отдельных отраслей и бизнесов. То есть вот такая прикладная штука была. И были доклады, которые ожидаемо собирали аншлаг. Я когда проходила мимо, видела, что люди не помещаются. К сожалению, залы не резиновые. Но все наши доклады доступны онлайн в эфире на сайте стенд-оффа. И можно отмотать, посмотреть назад, записать. Обратите внимание на трек, который связан с безопасной разработкой. Володя Кочетков приложил к нему массу усилий. И там очень интересный контент. Совершенно шикарный айтрек вместе с задачками и вместе с выступлениями. Просто вот айтрек переслушать. Найти, включить и переслушать. Фантастическая, на мой взгляд, пленарка. Пленарное заседание према было о том, как меняется мир информационной безопасности, цифровизации и технологии. В ней принял участие и Максут Шадаев. А что важно для меня, в ней принял участие Юрий Максимов. Мне кажется, это был первый раз в истории ПХДС, когда Юрий Максимов был прям на сцене. На протяжении двух дней в студиях форума звучали технические и бизнес-доклады. Исследователи демонстрировали обнаруженные уязвимости. Чиновники и эксперты обсуждали законодательство и наболевшие вопросы. А представители Positive Technologies рассказывали о новых продуктах компании. Одновременно с форумом на арене Death Stand-Off кипела битва между командами защитников и нападающих. Виртуальное противостояние, которое зародилось пять лет назад на форуме Positive Hack Days, а в прошлом году дебютировало как самостоятельный проект, в новом качестве вернулось к своим истокам. История с началом у нас появилась еще в прошлом году. Эта история кольцевалась вокруг того, что у нас 10-летний юбилей, форум дошел до определенной точки своего развития и дальше новое начало. В этом году начало состоялось, и оно теперь прям полноценное начало, потому что мы начали новую десятку. Мы начали новый формат, если ты его сейчас видел, он такой гибридный и с новыми подходами. Начало, начал случилось с нами в мае, в ЦМТ. Друзья мои, похода из 10 закончился. И я напоминаю вам, что на следующий май 2022 года вам стоит поставить блок в календарь, потому что ПХДС 2022, тот, который будет 11-й, будет обязательно. И он будет лучше, чем этот. Это мы вам обещаем. Кстати, билеты на мероприятие наше заканчиваются на раз-два. Не пропустите! Продолжение следует...